Смотрю этот замечательный полуфинал. Да, я уже говорил, что Никитин является фаворитом этого боя, но я не думаю, что Евгения Подпаскова отдаст этот бой спустя рукава, так сказать. Хорошо, также друга знают они, поэтому... Конечно, борьба будет жаркая в любом случае. Мы с вами видим, что спортсменки подошли уже на линию начала, собирались начинать, но Оля Никитина вспомнила, что забыла массу. А масса – это проводок, который крепится к электрокуртке сзади и к маске, и, собственно, и маской, и электрокурткой, электропроводящей. И это и есть поражаемая поверхность в сабле, куда наносятся удары. Но все готово, и они начинают. Первый удар наносит Евгения Подпаскова. 1-0. Хочется еще раз отметить организацию этого турнира на высочайшем уровне. Посмотрите, какая красивая графика, когда спортсменки выходят, какие профайлы. В принципе, как все красиво. Вы не видите, жалко телезрители, сколько здесь зрителей, которые пришли смотреть на этот турнир. Мы с Алексеем видим, что практически нет свободных мест на трибунах и поддерживают. И хорошо болеют за спортсменок и аплодисменты, а в перерывах со зрителями проводятся различные активности. Так что, в принципе, организация турнира на высочайшем уровне. Здесь вот как раз во время открытия выступал президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах и главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Ишарович Мамедов. Он отметил организацию, поблагодарил Министерство спорта Российской Федерации, Департамент спорта города Москвы, Федерацию фехтования России. И также, в частности, за организацию этого турнира, потому что спортсменам подарили настоящий праздник. Сегодня женский турнир, завтра мужской. И послезавтра мы с вами наблюдать будем командное первенство. Да, надо отметить, что Маргарита Жукова, рефери этого боя, это единственная женщина-судья в России. Вот она такой нелегкий труд взяла, потому что лица судят не только женскую саплю, еще и мужскую. И когда, знаете, у мужчин постоянное давление в сторону судей, она с честью выходит из этой ситуации. И хочу сказать, что очень высокого уровня. Да, в принципе, наши студии очень высокого уровня и практически не совершают ошибок. Ну вот мы посмотрели четыре боя уже, да, и я вот как все-таки человек, который немножко разбирается в сами на фехтовании, хочу сказать, что ошибок практически не было. Да, были какие-то спорные моменты, но всегда рефери может уйти, посмотреть видеоповторы и принять уже правильное решение. Да, это, конечно, работа очень многих людей. Вот тот же видеоповторы и вот эта электрофиксация, аппараты, дорожки, все это, конечно, высокое искусство, это все очень непросто. Такое большое количество людей работает над каждым фехтовальным турниром. И хочется вот так вот в эфире поблагодарить всех, кто причастен к организации и этого турнира, и вообще в целом вот всех турниров наших фехтовальных. Вот так эмоционально Евгения Подпаскова наносит свой четвертый удар, дает голоса. И вот мы обсуждали сегодня уже с Алексеем здесь в эфире и рассказывали вам про то, что может быть для кого-то непонятно в принципе, что спортсменки кричат. Но а как без этого? Нужно поддерживать запал, нужно себя заводить, злить в каких-то моментах. И вот здесь спортсменки справляются иногда с напряжением именно таким образом. 5-4, впереди Евгения Подпаскова. Да, интересно начинается этот бой, 3-0 Подпаскова, 4-3, Нихитина, и теперь уже 5-4, да, вновь Евгения Подпаскова уходит вперед. Да, великолепно наблюдать за вот такими качелями. Это всегда ярко, это зрелищно, неясно, кто станет победителем поединка. Никогда заранее не сказать. И все может действительно поменяться много-много раз. Напоминаем, что на счете 8. Кто из спортсменок первый унесет 8 ударов, начнется минутный перерыв, когда как раз каждый из спортсменок сможет со своим тренером обсудить какие-то моменты. Может быть тренер сможет посоветовать что-то, скорректировать работу спортсменки, но пока очень ровно идут в этом поединке спортсменки, да. 6-5, впереди Евгения Подпаскова. И мы напоминаем, что Евгения Подпаскова победительница первенств мира, Европы, среди юниоров, кадетов. Также выступала отлично в категории Ю-23, это молодежная категория. А Оля Никитина, как также мы уже говорили, олимпийская чемпионка в командном первенстве Олимпийских игр в Токио. Вот если вы обратили внимание, на куртке фехтовальчиц написано фамилия и страна. Вот смотрите, у Подпасковой Рус-Россия, а вот у Ольги Никитиной рок, российский олимпийский комитет. Именно под таким, значит, доименованием наши фехтовальчики выступали на Олимпийских играх. И на маске тоже можем обратить внимание, тоже российский олимпийский комитет. Итак, восьмой удар наносит Евгения Подпаскова, начинается тот самый перерыв, о котором я говорила. И вот мы видим с вами, что подходят тренеры к спортсменкам. И сейчас будут их как-то направлять и корректировать. Ну так, что предлагает Анзор Исакович Ольга Никитина? Он предлагает закрывать середину и не давать возможности переходить Евгению Подпаскову в атаку, а наоборот переходить самой. На самом деле это очень сложно сделать, да, потому что вот в стабельном фехтовании все решает, безусловно, захват дистанции. Захватчиваются дистанции именно в середине, подготавливающими действиями. Но мы видим, что инициатива в середине сейчас у Евгении, хотя, не сказать, что это такая стопроцентная преимущество, да, что Женя прям схватила ее, в общем-то, нет. Безусловно, это качели, да, мы видели поначалу боя, 3-0, 4-3, да, и, значит, понятно, что весь бой впереди. Но вот так стратегически, да, задача у Никитиной захватить середину дорожки. О чем, в общем-то, что она прекрасно выполняет сейчас, да, подготавливающие действия, захватывает дистанцию в середине и потом спокойно может перейти в свою атаку. Вот интересно наблюдать, на самом деле, как после перерыва меняется картина боя. Очень часто, если вообще, в принципе, вы обратите внимание, то поединок до 8 складывается одним образом, а бывает, что именно после вот этого минутного перерыва спортсменки меняются, то есть переключается, в основном, тот спортсмен, который отстает в счете, вот как Оля Никитина, во-первых, реализует совет своего тренера, Анзор Исаакочка Гулашвили, который у вас сейчас на экранах, и захватывает середину, как раз и в атаку переходит, и два удара она уже нанесла, 8-8. Ну, вот, видимо, не всегда Оля слышит своего тренера, как только выходит сама в атаку, сразу получает удар, да, и вот сейчас атака на подготовку, но ведь, что крикнул Анзор Исаакочка, да, Оля нанесла восьмой удар. Вот так здесь и работает, как только он, ну, это женщина, наверное, может быть, как-то это иначе работает, как только, значит, все наоборот, удивительно. Позиционная атака с действием, коротко, и защита-ответ от Евгении Подпасковой. Отлично она терпела всю дорожку, ждала этой ранней атаки. Да, и была уже на границе, так довольно опасное было положение у Евгении Подпасковой. Напоминаем, что есть вот линия начала, на которой спортсменки встают перед командой, готовые начали. И также есть граница фехтовальной дорожки, заступ, за которую будет стоить штрафного удара. Вот сейчас у нас просыпается Оля Никитина, выходит в атаку, наносит девятый удар. 10-9. Напряженный полуфинал. Напоминаем, что фехтование два третьих места, то есть две бронзы. И одна из этих спортсменок пройдет в финал, другая останется уже с медалью. Да, они в четверке лучших, в любом случае уже с медалями. Пока неизвестно, какого качества. Но здесь очень сложно сказать, кто станет победителем. Если говорить про Олю Никитину, то прошлый сезон не очень хорошо складывался. Да и, в принципе, после Олимпиады не очень хорошо складывался у Оли Никитиной. Не все получалось, хотя понятное дело, что и продолжает работать, и тренируется, и старается. Но, может, что-то упускает. Но вот сейчас она попадает в эту четверку лучших на этом турнире. А надо сказать, что в четвертьфинале она вообще победила Софию Познякову. И это был очень серьезный четвертьфинал. Но вот здесь пока ей не удается вырваться вперед. И 11-9 ведет Евгения Подпаскова. Готовы? Начнем. Слева атака на правую ударь. Да, надо сказать, что после Олимпиады, в принципе, многие спортсмены проседают. Особенно после победы на Олимпийских играх. Потому что найти мотивации вновь так усердно готовиться. Имея в виду, что следующие Олимпиады через 4 года. Это непросто. Поэтому мы очень часто видим, что многие наши Олимпийские чемпионы уходят на год, в принципе, в отпуск. И целый год могут не тренироваться. Безусловно, потом нужно возвращаться. И это очень сложно. Может быть, именно этот период был и у Никитиной. Кто-то уходит в секретные отпуска, как это было с Соней Великой. Это было не раз, а два. Яна Игоряна пошла другим путем. Она посчитала, что рождение сына не стоит никакой Олимпийской медали. Если я полностью согласен в этом плане, что рождение ребенка дороже любого золота на Олимпийских играх. Но все же сейчас мы видим, что девочки уже пришли в достаточно хорошую форму. Еще не оптимальную, может быть, до конца. Мы видим некие огрехи в фехтовании. Может быть, качели, нестабильность какую-то. Но все же уже очень близки к тому, чтобы овладеть свои оптимальные формы. Ну, вот так вот, значит, потихоньку-потихоньку Никитина выходит вперед. И, видимо, все-таки установку своего тренера она хорошо выполняет. Но я не думаю, что подпаскова тут будет сдаваться. Ведь, в принципе, три удара и ты в финале. И тут стоит потерпеть. И вот, посмотрите, рискует Евгения. Парад-репост прямо на середине великолепно делает. Выходит вперед. И еще на один удар ближе к заветному пятнадцатому. Мне нравится женское фехтование. Оно гораздо, на мой взгляд, гораздо интереснее мужского в том, что тактически оно богаче. Потому что не такие высокие скорости. И, мне кажется, тактически все-таки превосходит мужское встание более силовое, скоростное. И посмотрите, что три подряд. Вот это да. Три подряд. И парад-репост последний. Просто как у нее это получилось. Но это уже нарабатывается на индивидуальном.